приветствую вас дорогие друзья с вами варчик в этом видео поговорим с вами про ветку и са 4 как она себя чувствует 2023 году подобное видео я делал по ветке и 7 в принципе видео не сильно популярны на данную тематику но так или иначе их немного смотрят я подумаю делать ли в дальнейшем или нет но сильно много сил прикладывать к таким видосом уже желания нет но все же какое-то сконцентрированное мнение в одном видосе высказать про ветку хочется а раз хочется почему бы не сделать есть люди которые посмотрят стрим где я смотрел эти танки в этой ветке са 4 но кому-то может быть будет удобнее посмотреть видос поэтому вкратце пройдемся по танкам этой ветки и так также как и 7 ветка из 4 начинается из к в 1 к в 1 мы выяснили что в принципе неплохой танчик со своими минусами и плюсами играть на нем вполне можно что касаемо т-150 это практически то же самое что к в 1 только с улучшенными характеристиками под 6 левел на нем еще лучше разваливать от борта врагов пушка еще жестче неплохое пробитие скорострельность альфа уже неплохая т-150 мне понравился единственное что у него на башне присутствует лючок и щеки иногда пробиваются в целом танк не сказать что прям уж сильно бронированный но от борта танкует неплохо за счет своего пробития альфы да и неплохой скорострельности танк неплохо наносит урон конечно это тот же самый советский тяжелый танк который слепой очень хорошо критуется горит часто но в целом на шестом уровне на т-150 легко играется набивается нормальный результат конечно же все зависит от вашего скилла если вы будете ездить неправильно по открытым опасным местам то будете на нем сливаться если будете подставлять борта или если будете неправильно ромбовать перекручивать вас будут пробивать в борт вы будете ореть если будете лицом на врага по выезжать то во лбу брони не сильно много он пробивается легко по сути целиком и полностью этот танк зависит от вашего скилла есть танки которые прощают ошибки этот танк не прощает но он вполне дает возможность показывать результат после т-150 на седьмом уровне нас ждет к в 3 к в 3 то тоже плохая лобовая броня но в принципе башня уже что-то до танкует хотя тоже пробивать ее в принципе можно но не так уж легко башня на т-150 на шестом уровне смотрится как-то менее защищенной чем на седьмом уровне башня к в 3 также у кого 3 неплохие у в н минус 7 градусов при том что можно поставить популярное орудие с альфой 390 д 25 т причем как то на к в 3 очень удобно и приятно с нее стрелять да в принципе точность стабилизации оставляет желать лучшего да и сведения тоже не к черту но в общем и целом допустим на седьмом уровне у танка из это пушка смотрится как-то похуже потому что там у в на чуть-чуть меньше да и в целом как-то попадает она не так часто почему-то на к в 3 это орудие смотрится намного лучше с него прям реально приятно удобно стрелять насколько возможно вообще приятно стрелять с такой кривой пушки здесь это реализовано поэтому на танке из лучше ставить более скорострельное орудие и играть в более активный геймплей в более маневренный а вот на танке к в 3 лучше получается играть от рельефа в от башни какие-то там позицион очки от альфы на этом танке это играется как-то получше это орудие здесь смотрится прям в самый раз намного лучше чем на танке из пока что в этой ветке все нормально и шестой уровень и седьмой левел мне нравится на них очень легко и приятно играть да у них есть куча своих минусов но и также они не мешают набивать свой результат на этих уровнях и довольно неплохой опять же все зависит от скилла от понимания игры что ваш танк может какие у него минусы если избегать минусов то эти танки вполне себе играбельные а вот когда мы переходим на восьмой уровень и видим к в 4 здесь тоже есть свои минусы и плюсы орудия это однозначно плюс замечательная скорострельность стабилизация сведения точность орудия по цифрам да и в самом бою показывает что оно прям эталонное оно обалденное орудия реально кайф но когда мы пытаемся этим орудием пользоваться мы так или иначе выкатываемся на врага и показываем ему башню чтобы мы не делали хоть жопой хоть боком хоть ромбом как бы мы не выезжали мы всегда будем показывать лоб башни врагу когда хотим именно стрельнуть да мы можем что-то там доворачивать и выкручивать ромбики башней но борта башни особо танковать не будут поэтому в этом смысла не особо много да и башня крутится не особо то быстро так чтобы там что-то там танковать во лбу башни очень много мест с толщиной 220 миллиметров на восьмом уровне это пробивается многими даже бэбэшками может быть раньше там лет десять назад это танчик с такой броней бы смотрелся в самый раз поскольку танков с пробитием 220 плюс на восьмом уровне было не так уж много сейчас этих танков и стреляющих голдой настолько много что бывают такие ситуации что ты просто ни одного снаряда не танканул вообще да у тебя толстые борта до обалденное орудие но тебя каждый раз пробивают просто вот в лючок в середине там нет брони до смотришь типа 220 казалось бы это неплохая броня но все ее пробивают нет танков который бы ее не пробили то же самое во лбу башни щеки тоже 220 что касаемо лба корпуса там тоже все легко пробивается в итоге у нас бронированный только борт корпуса и все у танка есть яркие плюсы в виде орудия есть яркие минусы в виде большого размера плохой лобовой брони и танк не сказать чтобы быстрый это огромный медленный тяж из-за чего он на восьмом уровне супер слабый даже если есть у зима зона в виде лючка хорошо она есть но этот лючок он супер огромный это раз второе он находится посередине ты его никак не спрячешь и даже если есть огромный лючок в виде его зимой зоны почему остальная башня имеет такую же броню какой зимой зоны по сути даже возьму зону не всегда надо выцеливать потому что этот танк просто чуть ли не куда попало в лоб пробивается у него даже над маской есть небольшая полосочка которая тоже не бронированная и даже в нее мне попадали танк по броне отвратительный максимально насколько это возможно и настолько же он приятный этот танковый 4 по орудию поэтому на мой взгляд этот танк на восьмом левеле сейчас вообще не играбельный на нем именно урон настреливать из-под тяжка было бы неплохо но как на такой огромной бандуре это делать поэтому на мой взгляд этот танк нужно апнуть именно в броне в лобовой в принципе ему больше ничего не надо почему у него такая настолько плохая броня я вообще не понимаю танк максимально ужасный только из-за того что вообще не танкует дальше переходим к танку ст 1 неплохое пробитие бэбэшкой кумулятивом позволяет нам пробивать буквально любой танк который мы встретим хорошее пробитие кумулятивом 340 да и бэбэшкой тоже неплохое позволяет нам пробивать очень легко практически всех кого мы встретим проблем у нас не будет но проблема у нас будет с тем что пушка кривая стабилизация сведения точность все так себе поэтому очень часто придется стрелять с полу вертух или пола просто свертух просто потому что по-другому никак не стрельнишь пушка кривая неплохие у вен и 8 радусов и очень крепкая башня во лбу позволяет нам играть от рельефа танковать но на башне имеется лючок который не так уж сложно пробивается но в общем и играть от рельефа возможно если прятать за стеной лючок вообще по кайфу но вот корпус он не танкует вообще хоть рамбуешь хоть не рамбуешь даже когда рамбуешь делаешь только себе хуже поскольку у корпуса есть щеки на vld они находятся под наклоном и когда ты рамбуешь в щеке брони становится очень мало когда стоишь ровно к врагу лицом то vld тонкая когда рамбуешь что ближняя щека к врагу тоже тонкая становится но vld становится толще в итоге танковать нужно без доворота корпуса просто показывать врагу щеку когда корпус не доворачивая что щека имеет там приведенку 300 300 плюс такое не пробьется но в таком положении вы не сможете стрелять если вы не будете доворачивать корпус но как только вы начнете доворачивать абсолютно любой чел будет пробивать вас vld особенно в эту щеку поэтому танкование корпусом она честно говоря сложная неудобная и вас будет очень часто пробивает даже без голды до башни там 300 плюс толщина она танкует лбом очень хорошо но вот корпус просто дыра и честно говоря во лбу корпуса у этой ветки у всей брони нету даже у десятка и ус 4 тоже проблемы с броней в нлд и в лд это же щеки пробиваются когда начинаешь рамбовать то есть эта проблема всей ветки но прикол в том что у из 4 классное орудие а у ст1 она классная в пробитие в альфе с у военными но она очень кривая поэтому это танчик скорее просто проходной на нем можно немного там с трудом поиграть некоторые моменты даже на нем получаются хорошо вот допустим есть 75 в крышу кумулями самое то пробивать каких-то там mouse аккумулями разбирать маушенов там все что жирненькая что подставляется и не очень быстро и очень хорошо разбирается от рельефа кумулятивами но как только что-то там посложнее начинает происходить как только мы не нашли рельеф для игры от башни нас пробивает в корпус абсолютно все супер легко поэтому этот танк такой позиционный ситуативный для быстрых боев в рандоме он подходит с трудом но иногда что-то на нем можно сыграть поэтому этот танк чисто такой прошел с трудом и забыл вот у нас уже получается что в этой ветке два танка не очень один прям сильно не очень это к в 4 на восьмом левеле и на девятом уровне ст1 очень сложный танк на нем прямо на расслабоне не поиграешь но если сильно потеть очень сильно анализировать карты бои там где-то там в позицион очках от рельефика иногда на нем можно что-то наиграть вот эти вот кучки на повороте в городе это то где должен стоять ст1 от башни и голдой разваливать врагов но больше он в принципе ничего не не может только где-то вот от башни постоять и голдецом толстых танчиков поразваливать все как что-то только другое начинается это танк все превращается в тыкву теперь переходим к из 4 из 4 обладает очень крепкой броней в борту можно перекручивать так что просто не на каком танке вообще даже так не сможешь ты наглеть бортом как на из 4 но от в лд она тонкая поэтому его вообще нельзя врагам показывать когда начинаешь рамбовать то опять же на влд есть щеки и ближняя щека к врагу если ты будешь показывать она тоже будет пробиваться еще и за ней часто ломается боеукладка поэтому нужно играть аккуратно башня супер крепкая на очень тяжело пробивается там особо лючков не найдешь поэтому из 4 от башни очень хорошо танкует и бортом тоже но опять же влд показывать нельзя вообще а вот увн и подкачали всего лишь минус 6 градусов и этот танк исключительно хорошо играется в городе от борта от домиков ну или же на ровной поверхности играть от кучки мусора на повороте какого-нибудь здания если мы начинаем играть через рельеф это орудие не опускается это прискорбно поскольку у нас брони влд нету то его показывать не хочется там еще ли те лючки мехвода кстати у ст1 тоже есть люк мехвода мало того что влд и так тонкая так еще люк мехвода там вообще можно с кулака пробить но что мне больше всего нравится у из 4 в отличие от ст1 это невероятная стабилизация такое ощущение что там готов всегда в любом положении стрелять и это реально удобно и кайфово конечно танчик не супер подвижный не супер маневренный но скорость приемлемая как по мне минусов по сути 2 но можно сказать что 3 это тонкая влд это мало у вновь и мало снарядов мало снарядов нам может пригодиться в том случае если мы все выстрелили их всего лишь 30 штук и я не понимаю вообще ну хотя бы еще штук 10 накинули почему их так мало снаряды заканчиваются очень быстро особенно если мы начинаем стрелять куда-то блайндами или пытаемся сдалека уязвимую зону маленькую выцелить не понимаю сколько еще из 4 будет кататься с этими 30 снарядами но это как-то прям очень не очень что мы получаем в этой ветке точно так же как и у ветки из 7 здесь проблемы на восьмом уровне и на девятом но на мой взгляд на ст1 чаще бывают моменты когда он нравится нормально чем объекта 257 поскольку на объекте 257 прям надо выдумать что-то невероятное чтобы на нем что-то получилось на ст1 понятно у тебя крепкая башня становишься от какой-то кучки или от рельефа есть у вены пробитие хорошие просто стой пытайся там наваливать в какой-то позиционке на восьмом уровне что из 3 что к в 4 2 помойки причем оба танка слабые по броне но у из 4 хотя бы орудия классная у из 3 она очень плохо опускается и кривое а вот на седьмом шестом и пятом уровне более-менее все нормально у обоих веток не сказал бы что там танки супер имбовые какие-то или сильные но и там уровни такие простые на них не сложно нагибать там и таких танков достаточно чтобы показывать нормальный результат там враги не супер сложные их не сложно пробивать не сложно набивать урон игроки попроще играют и танки не сложно разбирать поэтому и такого достаточно а вот на восьмом девятом уровне такого уже недостаточно чтобы играть более-менее нормальной стабильно это прям ужасно а вот по поводу десятки из 4 на нем как-то легче играется и легче держать результат, чем на ИС-7, поскольку там пробить аккумулем лучше, там стабилизация обалденная, легко в городе танковать бортом и наваливать врагам урончик, плюс стабилизация супер обалденная. И тут опять же ветку ИС-7 вроде как в этом году апать будут, а про ветку ИС-4 я что-то там не заметил особо танков, хотя там такие ужасные танки вот на восьмом и на девятом уровне. В общем и целом выходит и ветка ИС-7 слабенькая у нас, для того чтобы качать, и ветка ИС-4, но ветка ИС-4 хотя бы заманивает тем, что сама десятка достойно играется, в отличие от ИС-7, где нужно прям превозмогать, конечно на нем можно играть, но намного легче на ИС-4. Вот такое мое мнение про ветку ИС-4, пишите свое мнение в комментариях, с вами был Варч, играйте красиво, всем удачи и пока.